Всем привет, всем привет, с вами Шмагов на канале Шмыги, это игра Габиус Ктуху Адвенчерс, вроде так называется, Габиус Гибиус Гибиус, ну ну короче вы сами познаете, в названии все написано, вы же как бы ну это да, канал Лаушмыги, тут все как бы вот такого до образа, это вторая часть по данной игре, глава 1 и мы продолжаем. Мы вроде на месте, какие-нибудь крутые боевые слова перед тем как начнем, я немного проколодался и боюсь, что мой мех станет матовым из-за этих грязных улиц, извини, что ты сказал, я больше думал время для, ты знаешь, любую поднимающую адреналин музыку, которую нынешние дети слушают, время для босса нова, давай просто продолжим. Да, котейка, прикольно. Так, маленькая девка, точнее девочка, все равно до глядящая малышка посреди улиц, да, действительно. Олег, что даже не думал, открывая вот эту дверь и затапливал весь Дарком. Знаешь, ты ведь никогда не переходил мост, а я был там несколько раз. Доброе, что важно продолжить местные водопроводные станции. Граффитили. Так, граффити. Этот знак начинает появляться повсюду в последнее время. Оп. Понятно. Витрина. Цивой никогда не мог терпеть рыбу. Мы говорим, что за рыбку побольше, Баззи. Я вижу, что ты наделал. Ульца Кристофора Веллианта. Никогда о нем не слышал. О, изображение мужской модели. Чтобы все было в лес, я не забираю для личного пользования. Так, это что у нас? Мужская фигурка. Это фотография мужской модели, которую я нашел на улице. Картинка-то есть. Ага. Так. Опа. Стоп. Не могу же ссать до него досюда. А, в смысле, кошка-кашеварха-то может... Эй, Якина, когда что-то залезть туда и достать туру подо меня? Что-то даже спросить себе, Базз. Проявляя себя таким образом, что мы можем получить. Ну, сейчас ничего, я полагаю. Ага, то есть он не достанет, да? Скотик. Владение фишмута. Там теперь, этот чувак читает, что я заглавил вслух. Если она подразличная фишмута, то у нее неплохо выходит. Так, ну-ка, давай, маленькая девочка, девочка, ну-ка, расскажи нам. Эй, ну-ка, девочка, что ты делаешь одна на улице в такое позднее время? Эй, большой парень, зачем ты беспокоишь межных граждан без причины такой поздной ночи? Давай я попробую еще раз. Как тебя зовут, ребенок? Если вы должны знать, это Песцилла. Вы уверены, что не имеете в виду Песцилля. Я выгляжу как человек, который не может правильно произнести свое имя? Это Песцилла. Как тебя зовут, умник? Эм, Базз. Базз? Мой папа очень любил свою электробритву. Эй, я был просто искренне обеспокоен. Ну, не будь. Я бросил свою рыбку на эту табличку там, и бабушка позволила мне выйти на улице и попытаться забрать ее. Ну, я не могу ее достать. Хорошо, хорошо, успокойся. Бабушка не может тебе помочь? Бабушка уже давно принимает ванну. Бабушка говорит, что скоро мы поедем в Фишмут. Мы просто ждем эту большую ванну, которую нам приказали доставить. Бабушка не может путешествовать без своей новой ванны? Хорошо, довольно странно. Так, иди-ка сюда, тык, шевария. Вот так вот сделай. Твоё сердце как вершинолитие, когда был священна, откушенна слепым старым морским монстром. Не расти мне, это не поможет. Короче, она не будет забирать эту хрень. Так, давай-ка еще поговорим с ней. Ой, да гни, не гни. Уйди. Поговорим вот с ней. Вы знаете, это просто как-то не так. Я терялась у маленькой девочки, стою ночью посреди улицы, держу за руку куклу. Тебе не страшно? Страшно? Нет. Немного напугун тем, насколько безответственна твоя бабушка, но я дам тебе это. Баррис, мама и папа не рядом? Мама и папа переехали в Фишмут в прошлом месте, и мы тоже туда скоро приедем. Но не пока я получу свою рыбку. Так, ты просто стоишь тут, и все. Люди склон делаются это в такой игре. Да, я всегда думал об этом. Мне просто нравится наблюдать за ними, сидеть там, нажав на их маленькие жизни. Все, понял. Я же про мам, папу уже спрашиваю. Так, давай-ка, пойдем направо. Направо, не направо, тогда налево. Туда, это мы оттуда пришли, правильно-правильно. Или неправильно, нет? Правильно. Так. Ну, говоря, давай тогда пойдем сюда, в эту сторону. Опа, блондиночка. Уличный знак. Статуя. Олея Войтсмокер, никогда я о нем не слышал. Статуя. Статуя. Это и Ереме Орнер, предокорно. Он практически отец мискатонической библиотеки. Растительность? Вот там какая-то зловещая Флора. Что ты имеешь в виду, какой Сомеди? С Бароном шутки плохи. Это маленькое окно, как-то связанное изнутри. Как это круто. Эй, здорово. Кен отправил меня. Неправильная игра, мой друг. Понятно. Что за бюст? Понятиме, кто этот парень, но его борода похожа на щупальца. Люди еще любят клеить глаза везде. Маленькие куклы. О, посмотри на эти милые куклы Вуду. Кто бы просто оставил их здесь? Я из тех девушек, что выбирают лазерную каску вместо куклы. Так понял. Пойдем поговорим с блондиночкой. Здорово. Здорово. Подходим к одиноким женщинам из Камейки. Начнет Адлин, не заинтересован. Простите, мисс, но я чувствую страну. Желаю достать вопросами каждого встречного. Простите, позволь начать заново. Ебаз. О, это просто нелепо. И у меня есть родимое пятно в виде пчелы. Вот такой вот, я классный. Я просто любопытный. Это же такой же пароль, как и у меня, или он циклирует их? Я получила... Ты не можешь использовать этот трюк на мне, мистер? Дал ему шанс. В любом случае, мне было интересно ожидать, ли вы за этой загадочной дверью... Он тоже вам отказал? Он сказал мне, что мне нужно немного посетить и переосмыслить то, что я желаю для своего мужа. Он сказал вам? Джентльмен, да раньше. А, конечно. Итак, что бы вы пожелали своему мужу? А почему его безвременная ужасная смерть? Конечно. А, конечно. Кстати, Марго. О, хорошо. Интимидейшн. Плюс 5 харизмы. Очень приятно, Марго. Итак, Джентльмен не помог тебе с твоим пареньком? Что-то про не носить никакого вреда, используя усилия... Или добра, чтобы сравнивать нынешние события... Бла-бла-бла-бла... Ты обращалась в консультацию по вопросам брака? Там я и получил этот адрес. О-о-о-о-о-о-о-а-дно. Ладно. Могу ли я спросить, что делал ваш муж, чтобы вы стали убийцей? Я совершенно уверена, что он пытается убить меня, чтобы получить мэйнди. Ай, разве не легче было бы просто развестить или убрать его из завещания? Да, полагаю, было бы. Но какой лучше способ ответить на убийство, чем убийством? И я никогда не женюсь. Скажите, вы бы не стали убить убийцу, не так ли? Я библиотекарь. А, лавонька. Да. Ага. Я забудь. Надо бежать. Так, беги. Так, значит, мы там что-то просмотрели. Луна, психушка, бегушка. Опа, такси, таксо. Можно поговорить с таксо? Как? А, я не увидел чувачка. Здорово. Это точно. Это МТ, это блондиночка. О да, привел ее сюда недавно. Что можете рассказать мне о ней? Чувак, это звучит чертовски жутко. Ты слишком велича. Не, я просто друг. Я немного волнуюсь за нее, так что понаблюдаю ее издалека. А, друг. Точно. Кажется, я слышал, как я зову, знаешь, таксистские штучки. Ничего жуткого. Конечно, вы тоже знаете, с тех пор, как вы друзья. Конечно, это моя подруга, Марго. Полагаю, ты не врал. Ну, можно даже сказать вам, что она уронила что-то на зам сиденья, и она уходила, но в том время, когда я это заметил, она исчезла из виду. Она, она, она аж прям за углом. О, да? Как вы относитесь к тому, чтобы вернуть это ей? Похоже на письмо, должно быть важно. Вы не можете выбраться из машины, сделать несколько шагов в этом направлении, и вернуть в есть самостоятельно? Бизнес, ребенок. Я могу пока терять покупателя. А, да, конечно. Давай, дай. А, я скажу, ты ведь не хочешь открывать это, не так ли? Я выгляжу, как добрый парень, который заглянет в переписку противоположного пола? Там много я не знаю, как выглядит этот парень. Ну вот. Так, записульку. Записулечку. Любимая Марго, вот оно, старомодное письмо, поскольку вы сказали, что электронная почта может быть легко перехвачена. Я даже пытался написать это от руки, но, увы, вы не хотите видеть результат. Скучаю по тебе, ах, твои сладкие духи, твои золотые волосы. Сочащаюсь я еще в утренней заре, твои блестящие дорогие украшения. О, Марго, Марго, Марго. Ты вреден в намерениях, Тони? Боже мой, он твой муж. Неужели он бы обидел тебя? Или меня? По какой-то причине. Я знаю, что поначалу был против этого, но теперь я убеждал, вам нужно увидеть джентльмена Вуду и попытаться заставить его сделать то, что нужно. Я начал это стихотворение тебе, но так трудно найти слова, рифму с твоим милым именем, кроме Карго или Эмбарго. Я буду настаивать. Так что, несерьмением, жду встречи с вами до боли. Вы фельдшер моего ужасного скопления автострад. С любовью, хоть и с перерывами. Ваш Чарли. У-ля-ля. Так. Ой, что это такое? Милый парень, аура ушла? Как так-то? А много клиентов сегодня вечером, а? Нет, я сегодня отойдет с пути. А вы что-то знаете об этом местечком здании, за которым вы припарковались? А три ребенка, это все. Не втобусе тур с гидом. Ну, понятненько. Так, ну пойдем тогда, значит, куда-то. Значит, вот сюда-то. Здороваться. А здороваться будем? Ладно, Марго, время переставить притворяться. Чарли отправил меня. Какой Чарли? Чарли, твой любовниц, вот кто. Все усложняется, он сказал, что мне стоит этим заняться. Мне нужен этот пароль. Что ж, ладно, если Чарли сказал так, а пароль Фиделио. Фиделио. Фиделио? О, ладно. Я не делал ничего глупого, просто оставайся, я за. Поняла, бас. О, я надеюсь, что все получится. Не парься, я понял. Хорошо, удачи в ваших начинаниях. Пока, бас, спасибо тебе. О, да, конечно, нет проблем. Так, погнали в дверь, в дверючку, в дверючку. Эй, здорово, там. Здорово. Фиделио. Фиделио. Опа-на. Вот это по... Опа, здорово. Ёпти, смотри, как всего много. В этом сумасшедшем месте есть странные виноградные лозы. Зависит, должно быть образом освещенный. Эй, это эдетично маски Лемона. Он либо умер в 1700-х, либо в 80-х. Эй, смотри, двуголовая кукла. Это прям из журнала Боу. В заголовке говорится история Фишмута. Боже, это древнее устройство. Алло, Брандер. Я ничего не слышал. Нет, не нужно. Паренёк Вуду, давай поговорим с тобой. Здоровочки. Приветствую, Джесси. Добро пожаловать. Добро пожаловать, да? Место не выглядит таким приветливым. Вы приходите в поисках помощи джентльмена Вуду. Вы украшаете. Была ли эта часть пароля действительно необходимой? Хорошо, что я держал низкий профиль, чтобы шакалы не облагали меня прямо из города. Таким образом, доступ только для рекомендаций. Как и кто вас отозвал? Марго рассказала мне о тебе. Марго? Ну, я рад, что ты жив и здоров. Итак, как тебя звать? ВГ? Нет, это звучит немного по-гански. Вуду джентльмен сделает. Спасибо. Вуду джентльмен? Ты занимаешься вуду? Я Баз, кстати. Надеюсь, вы хоть помните, что пришли. Ну, я думаю, это исправило что угодно. Не важно, какая проблема у вас была, не так ли? Это будет 20 баксов. Вуду капитализм снова наносит удар. Я помню, хорошо. Все началось, когда я нашел эту книгу. Ну, в крайнем случае, я все наложил заклей на свою кошку, и теперь она раздражается еще больше, чем раньше. Заклинание, да? Да. Как ты это делал, Гарри? Я использовал это! Скачущие лисицы вуду. Это то, что... Микрономикон по всей красе. Хочешь взглянуть? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Спрячу ва, спрячу ва. Не надо эту штуку вообще трогать. Боже-боже-боже. Я рад, что я не на твоем месте. Я... Я не могу умоточить ведь с твоей кошкой, мужик. Есть вещи, с которыми даже я не справлюсь. но моя кошка кошки мы никогда не ладили вы симптомы скажите на милость говорила она действительно недовольна своей нынешней ситуации но боги раньше у меня был кошмар может быть щепотку но холодного пота нет как это может быть это реально ведьма мда ну блин я имею ввиду увы так могли сразу сказать что это был не настоящий крымикон большинство людей воображает что он весь черный натянутый человек с кожей зубами только истинные посвященные знают что это действительно выглядит как один из этих британских свитеров вы знаете те у кого есть эти прекрасные вещи почему я думаю что иногда вы просто сходите с ума треугольников это просто не превращается в как злой дизайн как вы думаете тем не менее содержание более чем компенсирует это да да очень приятно для вас есть один человек который вероятно может быть убежден чтобы копаться в этом беспорядке я просто попал в свой интригующий сюжет и поворот и вы полностью меня отбросили о чем я говорил а да да там энергичный ученик темных искусств скрытые самозванец в культе дагона один мой оооочень дорогой друг человек безумный страст и чтоб побраться сквозь оккультные тайны самого некрономикона ты че я язык проглотил а он серьезно говорит расскажи мне об этом темном пломышленнике дракон дагон и нет дракон страшный бог мрачной пропастью кто держит фишмут в когтях в течение десятилетий где ты всю эту фигню достаешь я студент оккультной фигни мой зеленый рогатый друг плюс википедия таким образом у дагона в течение нескольких десятилетий фишмут был в когтистой хватке значит он мэр хуже того если вы можете себе представить но это все слуихи так и большинство людей просто избегали фишмут годами и годами я не разговаривал со своим другом возрасте разноситель сотового телефона это и немного чтобы не было приема вы упомянули об этом темном ученике я нахожусь на грани того чтобы сейчас рассказа рассказать вам больше это может быть очень опасно и люди в красных майках как известно крайне невезучие прекрати усиливать аэротип это насчет денег? деньги? хм не в любом случае я всегда работаю бесплатно скажите пожалуйста кто этот человек похоже что это наш единственный шанс с большим трудом я даже произношу его имя еще нет нет если ты продолжишь меня прерывать вы уверены что готов слышать его мирскую деноминацию вслух? убей меня я упрямый его имя Боб Ольмштейн Боб Ольмштейн разве у него нет племянника который играет за 10 дриллов? я не слежу за спортом а так вы говорите что я могу найти Боба Ольмштейна в Фишмуте? ну да однако я не советую вам туда идти похоже что у меня нет выбора в любом случае можете ли вы мне рассказать как найти его? как только я доберусь туда последний раз когда мы говорили он оставался в доме Финмана я понял только запомни мы не едем в Фишмут так значит мы закончили здесь с ним я что-то могу с ним посмотреть что-то сделать срезать что-то странная растительность могу отрезать мяч за меч нет в этом бананы ананас так да уйди так ну пойдем тогда выйдем вы выйдем отсюда так бляшка значит что за бляшку действительно выметрилась но я думаю что это говорит о том что ворота парка удалены из-за боговухальные действия в этом районе хвост забора на свой страх и риска мы не возвращаем одежду и не платим за госпитализацию какая-то при пред 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 так луна это же это молодо за защитительной степени луна это ответственный парень настоящий шутник так но мы можем либо к воду сходить а подожди либо фишку как-то попасть правильно так подожди а что у нас с этим раньше была дверь а теперь стена вау все прикольно так мост мост а ты может туда забраться а я могу если что небольшое повышение поэтому и точку зрения так вывеска магазина маленькая девочка и это туда это куда это обратно в сад а подожди я не могу подобрать куклы или что-нибудь так понял короче значит отсюда уходим значит им надо искать это ход так и так короче мы тут же ничего не можем сделать я что-то подумал если они говорят что мы не можем ехать к фишку пойдем договоримся может с таксистом потому что у нас что то есть в принципе можно газировку типа он чего-нибудь там чего-нибудь скажу потому что мы же можем отправиться фишмут в это да или нет а вот да эй такси отвези меня в дом финмана фишмут реально забавно давайте страдать время такси за глупыми шутками не серьезно отвези меня в фишмут мы не едем фишмут я заплачу вдвойне вы можете заблудить в четыре раза больше туда не стоит ходить думаю что последнее время дархам был странным подожди ты еще не видел фишмут так что давайте вздохнем деньги заставят меня идти туда друг и рыбные люди могут так набугать анчоусов что у них чешуа поднимется у меня и так говорящая кошка мы все должны нести свой крест приятель аминь смотри у меня та подозрительная печенька держи это чтобы подальше от меня какой-то чертов хипи скормил меня одну такой месяц назад я видел щупать раз ужасную фигню всю следующую неделю ты не имеешь в виду понятно могу ли я вас заинтересовать древнепроклятым гримуаром не уже получал один из них и он полно различных платит моей жены что могу сделать чтобы поехать в фишмут что у меня есть семейная проблема о которых нужно заботиться но мужик чёрт возьми дай мне рассказать тебе я слушаю внимательно Понимаешь, мой двоюродный брат Эд женился на женщине из Фишмута, Фишмут, можешь поверить? Ее зовут Ассенат, во всяком случае, несмотря на то, что они собрались вместе, каждый раз, когда я встречаюсь с Эдди, у меня возникает это странное чувство, что он... Он сам не свой Всегда был оба продукта, никогда не хожу на игру с мечом, в общем, зобби подобно цвет лица отсутствует, желание продолжать Это частое явление, как я погляжу О, вы не замужные люди, всегда верите стереотипам Нет, друг, я имею в виду... Я знаю, что это звучит дико, она как будто смотрит сквозь его глаза, как будто она внутри его Воу, окей, где же он? Хороший вопрос, дружок Я имею в виду одержимость, это звучит дико, я знаю, но я видел это своими глазами, парень Теперь он не говорит много, но из того, что он сказал, он каждый день становится меньше и меньше, как я и беспокоюсь за него, парень Я не знаю, зачем это вам, но избавьте меня от Ассената, я отведу вас в фишмонт Вес открыт, договорились Тогда хорошо Так, давай еще поспрашивай Что вы можете рассказать мне об Эдде? Не-не-не, меня зовут Эдвард Эдвард Эрби Он мой двоюродный брат, подерживаясь щупальца, ему не особо нравятся пиво и начинки из чеснока Спасибо, это очень проницательно А Ассената? Что вы можете рассказать о Ассенате? Что ты сказал? Она жуткая, это точно Рыба Всю жизнь ваша в такси Я не слышал, чтобы кого-то сейчас заваляться на дарками Что вот так, надеюсь, я вам помог Спасибо Кукишки поняли Так, ну да, все понял Пойдем к этому сходим Может он селится в эту тёлку Ой, ну в смысле Это же мэм Вуду Мне нужно, чтобы вы помогли кое-кому О, не Че жизнь разрушил некрайномикон теперь? Не, ничего подобного Осторожно ходить таксист А тело его кузена, по-видимому, одержимая его жену Ассенат Это похоже на то, что он поменялся тело с женой против своей воли Поменяться с женами? Это безумие Да, ну в любом случае Помогите мне помочь его дворному брату избавиться от Ассенат Ммм, ну так как я не могу помочь изменить свою кошку Я мог бы дать вам руку помощи Действительно, чертова магия Вуду Моя особый вид Нам нужно создать персональное заклинание Вуду Ты заключаешь крайне выгодную сделку, приятель Я боюсь квеста для приведения в порядок Вам понадобится кукла Ну это само собой разумеется Тогда вам понадобится что-то режущее И наконец-то как-то, ну как сказать Красивый Мы не говорим о заключении привлекательных человеческих конечностей здесь, верно? Не-не-не, у меня есть один девиз Не причиняй вреда О, и еще кое-что Вам нужно найти порядок, в котором будете их использовать Можно сказать еще раз, что мне нужно для заклинания? Вам понадобится кукла, ну это само собой разумеется Тогда вам понадобится еще что-то режущее И наконец-то, скажем, красивый Ну я, короче, понял, да Что вы имеете в виду никакого физического вреда? Я занимаюсь только а-образным буду Звучит как новый хиппи полный гэбвен О, ты останешься верующим в то время, когда мы закончим У вас же есть несколько кукол Нельзя воспользоваться одну из них? Это моя частная коллекция, боже, не трогай Но я не знаю, где взять куклы в этот час Это легче, чем ты думаешь Как отобрать конфету у ребенка Ребенок, так, понял Так Так, где бы я посмотрел порядок использования ингредиентов? Я не знаю Может быть, место знания? Я понял А, я все Надо бежать Я буду здесь, басс Так, смотри, короче, нам нужно как-то Блин А вот эти куклы нельзя, короче, взять Эти куклы все уже на телемаге Да, все, понял, одинаково Так, пойдем Короче, нужно у девочки отнять куклу Понял? Как это сделать? А вот эту хрень она, кстати, не сделает мне Не могу достать до него отсюда Так, а коша ланская? Эй, кит, когда сейчас залезть туда и достать ту рыбу для меня? Верьезно, басс? Что без этого будет? Другая кукла во военномер на эту? Я не забыла являться постоянным источником удивления и беспокойства Ну ладно, мы заодно О, она достанет Ее! Ого Так, теперь мы сейчас, короче, отберем у нее эту куклу Мы нашли, короче, рыбу Ладно, мисс Сизнега Я думаю, надо поговорить о твоей помощи, когда мне она нужна Господи, ладно В этот раз ты прав Хорошо? Что ж с этого момента ты будешь помогать мне, когда я попрошу? Попроси меня и, может, давай скажем, я буду более склонна к этому Ладно Так, маленькая девочка На Хорошо, Пиццелла, вот твоя рыбка Дай мне куклу Договорились, подонок Ничего себе Такая грубая Этот город, чувак, этот гребаный город Так, смотри, он нам говорил про книгу Мы можем же в библиотеку вернуться или нет? Или не можем? В библиотеке же должны быть книги, по идее, по Вуду, там не Вуду Так, давай-ка посмотрим Нижняя стойка, погнали Все исчезло Ох Раздел популярных книг Эта фигня последняя, что мне сейчас нужно О Я не знаю, нужно ли мне это в данный момент Мне стоит осмотреть ее хорошенько сначала Очень интригующая книга, возможно, я должна ознакомиться поближе Я должен взять ближайше Я сам, это у тебя Большие пальцы Так, а подожди, что мне можно Они могут быть связаны, они напрямую Не, я не хочу его резать Но они могут быть связаны Да блин, а что ты не можешь взять книгу, что ли Я не знаю, что это в данный момент Я не знаю, что это в данный момент Я лучше look at it first Так, нет, тогда уходим Подожди, а я что-то не понял Толонна, дикель Стив, молчаливый тип Стив Горгуль, я Стив Так, хорошо Тогда Парам-пам-пам Подожди, а он же Ну пойдем к Вуду, короче, сходим Блин, вот долго стали передвижалки, да, делать А девочка уже ушла, да? Но мне же, видишь, нужен порядок вещей Я же не знаю А, подожди У меня в доме не было, да? У меня были эти, эти, эти Так, пойдем-ка еще раз к Вуду сходим Здорово Здорово Так Заклинание Вы не можете сэмплать, что я нашел куклу Я нашел куклу Ты имеешь в виду безжалостно в ровную из рук невинного ребенка, не так ли? Ладно, как ты хочешь назвать? Асанат Это Асанат Это Асанат Нашел эти ножницы Хороший глаз Где бы я посмотрел порядок от использования ингредиентов? Я не знаю, может быть Место знания? Я понял, ну А, подожди Так, подожди Место знания, ну Это же библиотека или нет? Я же здесь все прочитал? Место знания А где место знания? Кыльевское магазин, башня, мост, граффити И на дверь магазина Подожди, а может быть дома у меня что-то есть? Книги А, может быть и у этого будет? Сейчас Вот эту книгу, может быть Так, это я читал Нет, не то Так, ну пойдем в библиотеку тогда опять Получается, в библиотеке что-то нужно сделать Подожди, а я что уже открыл? В принципе, я все взял А, ну то есть А, так это у меня все осталось, да? О, очень удобный трактал Порядка использования ингредиентов Магии Вуду Вау, действительно удобно На будущее Иногда рассмотрение предметов по несколько раз Действительно оправдано Ах ты маленький упырь Короче, понял, да? Он сразу Он сразу не хотел А 300 раз Давай посмотрим Хорошо, в соответствии с этим трактатом Я думаю, что порядок, в котором мы должны использовать предметы Это какая-то привлекатель Это когда ты туда привлекаешь куклы и ножницы Все, понял Фото Ой, выход там Фото Значит, фото Фото, фото, фото Да Да ептель А, или подожди Я там по той карте могу просто перемещаться или нет? Блин, я что-то тупанул Я, наверное, мог просто перемещаться через этот Да? Так, Вуду Подожди, подожди, подожди Давай посмотрим Привлекательный кукла Ага Я нашел эту книгу под названием Очень удобно Тракат порядка использования ингредиентов Маги буду Думаешь, поможет? Возможно Ты еще и не прочитал я? Да Поскольку мы сначала видите ингредиенты Рослый молодой человек Сойдет Итак, это все они, да? Действительно Отлично Теперь это влажно Какой порядок можно соблюдать? Эээ, значит, нет, фотография По ножницам, правильно? Правильно Фотография Кукла Ножницы Хорошо Вот так Джамбалая Ээ, ладно Что только что произошло? Асенат Только что потеряла голову От какого-то чувака-модели Я же говорил, что У меня дело с сообразным, Вуду Должен был предвидеть это Думаешь, это сработало? Я знаю, что это сработало Спасибо, Виги Уважуха, Би Опа О, хорош Так Итак, все в конце концов сработало, да? Ну, не все Ну, да Это начало Пойдем менять киту обратно Делай свое дело Пожалуйста Скоро увидимся? Не слишком скоро, надеюсь Так, ну мы, в принципе Теперь мы можем сюда уезжать Правильно? Давай поговорим с таксистом Мы можем фишму Правильно же? Слышал что-то, Уэйди В последнее время? Ты, ты хорош Не, ничего Не, не, не Ты хорош Ты очень хорош Говорил с ним телефон По телефону А сенат бросил вороть Какого-то красавчика Господи, я не знаю, как он сделал это Но ты это сделал Спасибо Итак, хочешь ехать в Фишмут? Хочу Нет, ну я человек слова, дружок Уходите, мы едем в вонючий городок Слышала, кита? Приключение ждет нас Я едва могу держать свой энтузиазм вы влюбитесь морепродукты куда не глянешь вечника и гузнатин так ой глава мы прошли первого отлично ребят на этом мы закончим эту серию и может быть продолжим дальше может быть и не продолжим вторую серию по данной игре закончу и всем если понравилось видео то ставьте лайки подписывайтесь на канал сайбл шам и всем счастливо всем пока